Сегодня 17 апреля, завтра начинается продажа Шкода Гэпид в России. И мы пришли сегодня в клуб Шелк на презентацию, как всегда снимать модели. Простите, как всегда снимать новый автомобиль. Это абсолютно честная немецкая машина. Выполненная в качестве, если мы говорим о сборке, в отделочных материалах. И с учетом всех пожеланий потребителя, но за меньшие деньги, нежели... Есть такое нехорошее слово, не до Volkswagen и не до Audi. Но на самом деле ничем качественно она не отличается от названных марок. Только потому, что это один концерн. И все, что связано с качеством сборки, и все, что связано с подходом к клиентскому спросу... Здесь нет никаких норм, за которые мог бы зацепиться привередливый покупатель. Не успел увидеть ваше выступление, потому что опоздал. Стоял в пробке, сегодня 8 баллов в Москве. Благодаря выпуску вот таких автомобилей, которые не может позволить себе купить человек с доходом даже в тысячу долларов, наверное, в кредит, да? Пробки становятся все больше и больше. Чувствуете ли вы какую-то ответственность за это? Ну, это сложно, да, потому что если народ стал богатым, да, а каждый просто хочет кататься на машине, на машине, ну, а потом и только можно видеть на улице. Это просто так, это жизнь, это современная жизнь во всем мире. Может быть, внешне он не такой красивый, и может быть, оставаться незаметным на улице, но внутри у него есть все, что нужно. Это машина принадлежит концерну Volkswagen, и это абсолютно то, что мы называем немецким качеством. Вот это немецкое качество, причем, кто сомневается, его можно взять за руку, посадить в Октавию и сказать, видишь, а он говорит, блин, так это же Ауди, вот, но это Шкода. При этом калужское производство, что, в принципе, уже не является неким там порочащим фактором, и с точки зрения Рапида, ему говорят, это, это Октавия, только она чуть-чуть меньше, а она чуть-чуть дешевле. Да, на самом деле это полусыдан только подешевле. Вот, но при этом, да, но при этом других различий нет. Мы знаем, что снаружи, видите, видит человек седан, но основной машинный эффект, значит, если вы хотите отвезти на дачу, скажем так, холодильник большой, в нормальном седане не получится, в никаком случае. В этой машине отвезите задние двери, вмесите холодильник, все нормально. Эконом-сегмент, вот эти машины все, они движущая сила. Пускай это будет геморроем не государства, а геморроем тех, кто купил эту машину с доходом вот этих самых 40 тысяч рублей, и дальше уже страхует ее, платит подоходный налог, платит дорожные все вот эти вот... То есть есть стимуляции в том, что мы никуда уехать не можем, сейчас с толком. А для этого есть департамент транспорта, возглавляя это еще. Ну, вот это уже, с точки зрения продаж машин, на самом деле, ты купил 40-й размер очень модной рубашки, а то, что ты ноешь 5-6-й, того, кто тебе ее продал, совершенно не волнует. Ну, естественно. Понимаешь, он уже это сделал. Вот можешь носить, можешь не носить, можешь попытаться ее расшить, отдать другу, который худеет тебя в два раза. Ну, это, 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 это твое личное, твое личное горе. Слушай, ну, мы пожелаем Рапида успеха. Рапид, я думаю, что начнет стрелять реально осенью этого года, прям вот, с точки зрения, это, это будет понятно в цифрах продаж Шкоды, в общем. Мы являемся самым третьим старым брендом в мире, а это уже большая традиция. У нас маленький город, где все было создано, да, там 50 тысяч человек населения, каждый человек, в принципе, или каждый из семьи работает на этом заводе. Все люди там гордятся тем, что они смогут работать для марки Шкода. Значит, у нас большая традиция, да. Значит, а мы хотим эту традицию продолжать? Нет толка в Европе, даже здесь в России. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...